Начнем, пожалуй, с монашеской залысины. Большинство думало, что прическа вымерла. В последний раз ее видели у монаха в мультике про Робин Гуда. Но погодите, Тим Тибо вернул ее. Если вы знакомы с историей, то вы знаете, что она известна под названием Танзура. Ты сбриваешь волосы с макушки для демонстрации своей покорности. В 1972 году эту практику запретил Орден Ватикана. И так получилось, что Тим Тибо не получил это извещение. Но да, у монахов по всему миру бритье головы означает новый старт. Но обязательно полностью выбривайте голову. Так выглядит неплохо. Но вот оставлять по кругу – это уже перебор. Сегодня, господа, мы обсуждаем худшие прически всех времен. На десятом месте у нас тренерская или площадка. Эта прическа то выходит из моды, то становится модной уже на протяжении 70 лет. Если рассматривать ее с функциональной стороны, то это довольно приемлемая прическа. За ней легко следить, и она сглаживает ваш профиль. Благодаря военным она все еще популярна, потому что она функциональна. И, кстати говоря, за ней закрепилась репутация мудака. Ну, вы понимаете, о чем я. Она олицетворяется с каким-то парнем на стероидах, который излучает агрессивность. В общем, в каких-то ситуациях может подойти, но есть прически и получше. Далее в списке – это горшок. Вообще этой прическе уже тысячи лет. Она уходит корнями еще в крестовые походы. Но вот в чем суть – она паршиво выглядела тогда, и она плохо выглядит сейчас. Господа, с ней ваша голова выглядит как дурацкий гриб. Ничего не могу сказать, она вернулась в моду в 70-х. Уже тогда все над ней смеялись. Поэтому, если вы увидите, что она возвращается сегодня, не ведитесь на нее. Вообще не пойму, зачем кто-либо сделал бы такое с собой. Говоря о горшках, обсудим и шторки. Это как троюродный брат горшка. Только эта прическа требует больше работы. Серьезно, она как горшок, только ее попробовали сделать модной. Они разделили волосы поровну в обе стороны. Может, немного подкрасили, но, парни, она все так же дерьмово выглядит. Вы снова похожи на гриб. Я слышал, что этот стиль появился в английских бандах в 1920-х. Не знаю, насколько это правда, но когда я вижу эту прическу, я думаю вот о чем. Боже, о чем ты только думал. Далее в списке – припудренный парик. Эта прическа появилась во Франции в 17-м веке. Король Франции лысел, и он хотел это дело прикрыть, поэтому он надел парик. Но так как все потакали королю, то все начали носить парики. И так появился модный тренд. Ну, я знаю, что люди любят следовать трендам. Но этот тренд держался веками, потому что даже в 19-м веке можно видеть мужчин в париках. Но, тем не менее, некоторые мужчины умели носить его. Как Джордж Вашингтон, проходя через Делавар, например. Но, если честно, для большинства смертных это выглядит глупо. Потому что если не следить за париком, то в нем заведутся колонии насекомых. Вы, наверное, спросите, что может быть хуже этого? Господа, разрешите представить крысиный хвостик. Не знаю, зачем. Хорошо, если ты джетли или джедай подаван, наверное, это простительно. Но для большинства мужчин это просто не работает. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и ВКонтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Далее по списку Малет. Многие скажут, что это самая худшая прическа. Я не могу так сказать, потому что если вы такой парень, как Джо Грязнуля, и носите ее с уверенностью, то этой прическе можно дать чуточку респекта. Но я сказал чуточку. На самом деле было пару парней, которые носили такую прическу. Это Дэвид Боуи, Род Стюарт, Кейв Ричардс, Пол Маккартни. Но суть в том, что это были 70-е, когда большинство правил просто выкинули в окно. Сегодня же надо работать на себя, либо быть безработным, и обладать огромным уровнем уверенности, чтобы ее носить. И запомните, Малет это бизнес-стиль спереди, и тусовка сзади. Далее это мужская гулька. И я, конечно, сомневался, надо ли включать эту прическу в наш список, потому что если ты крутой парень с длинными волосами, и иногда просто хочешь их убрать, при этом не попадая в тренды, то это вполне нормально. Но проблема в том, что очень много хипстеров сделает ей прическе плохое имя, и раздражая коренных американцев. Да, Америка! Если серьезно, у меня нет проблем с этой прической. Она в ходу уже больше двух тысяч лет. Еще китайские военные использовали гульку, чтобы убирать волосы во время войны. Так что да, у нее есть история, она функциональна. Так что все в порядке. Но будьте осторожны, чтобы не затягивать волосы слишком сильно, потому что есть шанс облысеть раньше времени, из-за того, что волосы в этой зоне слишком тянутся. Итак, господа, на третьем месте жирный стиль. Заметьте, я сказал не зализанный стиль, как в 50-х. Мне вообще симпатичен этот стиль. А вот жирный стиль, это когда наносят слишком много геля. Когда он уже просто стекает по голове. Парни, будьте аккуратны с использованием продуктов для укладки. Помните сцену в фильме «Поездка в Америку»? Soul Glow. Да, все эти гели на голове. На самом деле, даже были специальные подголовники, которые впитывали все это. Это историческое явление. Именно поэтому у них были все эти подголовники в 20-х, 30-х годах. Потому что многие мужчины перегибали палку. Они использовали так много масел и всяких продуктов для волос, что пачкали мебель. Поэтому, парни, я понимаю, ваша сущность хочет светиться, но будьте аккуратны при использовании средств для укладки, чтобы он не разлетелся вокруг. Ребята, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому пишите в комментариях, что я упустил, что еще должно было попасть в этот список. Пишите, что вы думаете в комментариях. На втором месте сосульки. В общем, с этим стилем есть так много фундаментальных вещей, которые в корне неверны. Первое – это осветление концов. Это выглядит хреново. Это вообще никому не подходит. Далее – это заострение кончиков. Непонятно, какого результата они добиваются, но, наверное, это выглядит как дикобраз. И, наконец, это показывает, что вы устарели. Вы застряли в 1999 году. Да, это был неплохой год, но зачем мне это вспоминать каждый раз, когда я смотрю на тебя? Перед тем, как я раскрою первое место, я хочу дать вам некоторые подсказки. Первым делом – это прическа Скриллакса. Но его стиль, как бы, когда я смотрю на него, то не могу ничего сказать. Она где-то короткая, где-то длинная. Непонятно, что это. Далее – это эмо-стиль. Это много работы, чтобы уложить вот так волосы. Не знаю, лично мне не заходит эта прическа. И, наконец, вырезы. Я мог внести это в список, потому что каждый, кто делает со своими волосами такое, просто относится к себе несерьезно. Итак, господа, на первом месте – начес. И причина, по которой эта прическа на первом месте следующая – если вы делаете себе начес, то вы обманываете самого себя. Если посмотреть на фотографию этого анонима, то мы видим зачёс на все четыре стороны. Серьёзно, тут, наверное, целая команда трудится, чтобы держать волосы на своём месте. Нас обманывают? Нет. Конечно же нет.